МОСКВИЧИ И больше всего горожан возмущают, что с ними не всегда советуются, а также то, что храмы строят там, где сейчас детские площадки или где люди привыкли гулять с собаками. У нас в гостях пресс-секретарь фонда поддержки строительства храмов Москвы Анастасия Горшкова. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Ну вот такая вот у нас возникла коллизия, то есть строятся храмы и не всем это нравится. Как вы это прокомментируете? Есть ли у вас такая информация? У нас, знаете как, я хотела... А можно вот вопрос? Заголовок вы сами придумали, что вот... Смотрите, как вы сформулировали. Вы сказали, москвичи против модульных храмов. Давайте вы не будете критиковать нас просто, а скорее лучше ответите просто на вопрос. Это же обобщение, да? То есть у нас есть сведения, что, например, вот в Новопеределкино люди собрали 500 подписей, но вы же не вспомнили тот факт. Я предлагала свои услуги, я предлагала вашему редактору свою информацию. А вы расскажите... С чего начиналось строительство этого храма? Расскажите от себя. Оно началось с полутора тысяч подписей, направленных людьми в адрес префектуры. В Западном округе это самый духовно обездоленный округ в Москве. И в Новопеределкино всего один храм. Где чиновники, что ли, все живут, да? Как измеряется духовная обездоленность? Духовная обездоленность буквально измеряется от... Ну, как сказать, обездоленность это или нет? Если на сто, там, с лишним тысяч человек, один храм, куда... В принципе, нормально может войти 200-300 человек. А фактически, вот, приход в Новопеределкино, это, кстати говоря, вот такая ирония судьбы, что первый храм, вокруг которого журналисты решили поднять шум, я не знаю, с какой целью. Это тот храм, куда хожу и я. Это мой приходской храм. От 800 до 1000 человек, вот у нас, вот, это приход, кто изо дня в день, как бы, ну, естественно, мы ходим в выходные, в праздничные дни. Это мы обездоленные люди, как вы думаете, что 800 человек вынуждены как-то выживать, да, вот, в том помещении, где на 200-300 человек. Ну, скорее, нас, как журналистов, конечно, больше интересует механизм согласования этих интересов, потому что можно легко себе представить, но я не знаю, я приведу пример, если немножко отвлеченной сферы. Ну, просто я знаю, вот, в доме, где живут мои родители, у них есть двор, и мы построили замечательную спортивную площадку. Очень дорогую, очень техничную, очень, ну, видно, что туда вложено много денег. Там, брусья какие-то, качалка, там, еще что-то. Это все замечательно, это очень приятно и здорово. Только в этом доме нет ни одного молодого человека, там все пожилые люди. И этой площадке некому пользоваться. Переведу, это обмаганность нашей жизни. Их просто никто не спросил. Нет, естественно, спросили. Все же, мы же живем не в диком лесу, но существуют законодательные процедуры, которые абсолютно все были пройдены. Как реакция даже вот на первые... Какие законодательные процедуры были пройдены? Публичные слушания. Где? Через публичные, да. В доме? Не, вот по поводу того, с чего вы начали. При управах или на уровне префектуры, или на уровне мэрии, на уровне Государственной Думы. Проводится по каждому. В Москве закон такой, что чтобы не начинали строить, люди обязательно спрашивают. И строительство храма не исключение. И публичные слушания были проведены. И естественно, как бы, ну кто-то пришел, кто-то не пришел. Сейчас там люди говорят. Но из этого нельзя делать вывод, что москвичи против храмов. Поверьте, москвичи за полторы тысячи подписей были собраны до того, как начали строить храм. И как реакция уже сейчас за один выходной еще полторы тысячи собрали в поддержку этого храма. Мы просто должны очень, я прошу вас, мы должны быть осторожны в этих словах. Нельзя так объединять, если почему-то всегда, понимаете, бывает, что людей мало, которые против, но они очень как-то громко кричат. Я очень много интересных каких-то наших событий. Там где тоже тысячи людей, они просят, они идут крестным ходом. Я прошу журналистов, посмотрите, говорят, нам неинтересно. Значит, я смотрю вот эту ситуацию в Новопеределкино. В московском комсомольце сделали фотографию с самого невыгодного ракурса. Они взяли край площадки. Слушайте, ну у вас всегда по всем видоваты журналисты. Но в конце концов, это не очень интересный поворот разговор. Пожалуйста, я прошу вас. И там действительно создается впечатление, что храм во дворе. Ну вот у меня передо мной фотография реальной этой площадки, которая там, где место привязки, вот, это пустырь. Понимаете, с одной стороны дорога с другой. Да, с одной стороны есть... Летело в московском комсомольце. С одной стороны есть жилой дом. Это мало. Вот вы говорите, это мало. Можно не учитывать мнение 500 человек. Ну слушайте, я не могу, понимаете, я не могу вам сказать, можно или нельзя. Это, наверное, да, решение принято о строительстве храма. С учетом тех людей, которые просили этот храм. Сейчас, как будет развиваться ситуация? А у вас есть вопрос, что вот важнее? 500, которые против, или несколько тысяч, которые за? Скажите вы. Скажите, пожалуйста. Вот ваше мнение так же важно, как и мое. Не я не могу решить, принимая мнение. Это только частное мнение. Безусловно. Мы, единственное, мы, наша позиция простая в этом смысле, мы за согласование интересов, да. То есть мы тут представляем... Вот эти полторы тысячи, эти 500 договорились между собой. Мы представили гражданского общества для вас. Да, я тоже думаю, здесь просто вот, здесь нужно думать о том, что нужно от злословия на церковь, да, в моей жизни ничего не изменится. Тем более не изменится основание церкви. Не первый раз, да, так сказать. Еще Христос говорил, за какое из моих добрых дел вы хотите побить меня? Чем плохи храмы? Спасибо большое. С нами была пресс-секретарь фонда поддержки и строительства храмов Москвы Анастасия Горшкова. А теперь реклама. Мы перейдем сегодня на большую рекламу. Спасибо.